День с толком Здравствуйте! Признали виновными. Такое решение вынесли присяжные и заседатели в отношении подозреваемых в резонансном убийстве Михаила Седова. Речь идет о 22-летних Михаиле Поспелове и Евгении Кочергине. Как сообщает официальный сайт Следственного управления Следственного комитета Алтайского края, присяжные и заседатели посчитали, что у следователей достаточно доказательств в вины подсудимых. Напомним, в октябре прошлого года 38-летний бурнаулец Михаил Седов бесследно пропал. Через несколько дней его тело обнаружили в лесополосе. По версии следствия, мужчину убили, чтобы украсть и продать его автомобиль. По подозрению в убийстве задержали двух молодых людей. Именно их в день гибели Седова видели в гаражно-строительном кооперативе, где они присматривали дорогие авто. Кстати, задержанные вину так и не признали. Однако присяжные посчитали иначе. Теперь на основании заседания суд вынесет окончательный приговор обвиняемым. За убийство и разбой может грозить пожизненное заключение. Ну а мы продолжим. Развитие малого бизнеса или новая экологическая проблема? В селе Покровка Первомайского района собираются построить форелевую ферму. Казалось бы, прибыльное дело, вкусное красное мясо рыбы. Но соседей будущего предприятия смущает близость бизнес-участка к реке. По мнению людей, это сделано специально, чтобы сливать туда отходы. Анастасия Дороган выезжала на место. Старт форелевого бизнеса в Первомайском не задался. Это уже вторая лачуга предприятия. Первую деревянную сожгли, эту разбомбили. Люди не против бизнеса, а не против бизнеса на реке. До нее тут десяток метров. Она вот так идет, может пойти, вот сейчас вот родники, видите, бьют. Она может пробить себе дорогу и пойти вот так. А может просто пойти через трубу и пробить себе дорогу вот так. Потому что кругом здесь родники. Это родниковая зона. Родниковая подушка реки для форели – то, что нужно. Вода свежая и с постоянным охлаждением. Правда, бизнесмен, со слов жителей, обещал реку не трогать и ничего туда не сливать. Это сказки, потому что грунтовые воды. И здесь вот в половодье хорошее все заливает. Даже идет вот там вот вода. Это все будет смываться в реку. Почему тогда в другом месте им не нравится участок? Вот именно у реки. Им нужна вода и нужен слив. Все. Замкнутое производство. Вам показывали проект? Нет. На таком же вот собрании все проголосовали против. С нами якобы посоветоваться пришли. Посоветовались, все проголосовали против и приняли решение строить. Во время съемки жителям пришло письмо от районных властей. Форелевая ферма заявлена как установка замкнутого водоснабжения. В теории это бассейны с отливами. А по факту жители не знают планов бизнеса и не видели экспертиз, разрешающих строительство. А в конечном счете люди переживают, что река, которая и так стала меньше из-за полива огородов, форелевое производство не переживет и просто пересохнет. А это значит, без воды может остаться тысяча участков ниже по течению. Это к тому же нарушит всю экосистему. Плохой сценарий жителей подтверждает и то, что за будущей форелевой фермой стоит не предприятие, а физическое лицо. Элементарно принцип черного бизнеса. Я получаю землю в аренду, отдаю его в субаренду какому-нибудь ООО или ОП, и все проблемы с ним, а я чистый. Пока связаться с администрацией Первомайского района и бизнесменам не удалось. Мы продолжим следить за ситуацией в ближайших выпусках. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. А сейчас переходим к одной из ключевых тем выпуска. Фермерская продукция алтайских производителей не может пробиться на прилавке крупных торговых сетей. Ни для кого не секрет, что они лидируют на рынке и диктут свои правила игры, выставляя порой завышенный ценник за размещение на их полках. Валентина Аскерова разбиралась в теме и готова рассказать, когда алтайские продукты дойдут до массового потребителя. Валя, здравствуй. Привет. Ну, будет такое время, когда экологически чистые продукты будут не только в каких-то специализированных магазинах продаваться, но и в тех самых, в которых мы ходим ежедневно. Может быть, когда-то так и будет, но на данный момент этого нет. Купить экологически чистый продукт можно на рынках, а также на гастрономических фестивалях, которые проводятся очень редко. Почему так происходит, я сейчас поподробнее все расскажу. На гастрономический фестиваль «Своё», который прошел в минувшие выходные, съехались сотни фермеров из разных уголков края, а также из соседних регионов. Они представили свежие овощи, выращенные на родных полях, молочные и мясные продукты собственного производства. И, конечно же, бренд алтайского края – мед. За натуральной продукцией люди выстраивались в очередь, ведь это едва ли не единственная возможность купить экологически чистую продукцию. – И такая продукция, она доступна в магазинах? – Ну, я где-то видела, что есть это, да. – Но мало? – Мало, да, очень мало ее, редко я вижу эту продукцию, так что давайте, распространяйте в наших магазинах. Но пока это из области фантастики, зайти в сеть нашим фермерам крайне сложно. – Для того, чтобы зайти в сеть, для того, чтобы зайти в ленту, в мариора, там, нужны определенные условия, да, ну, пока сейчас это тяжело сделать. – Накрутка цены, скидки, бонусы, вот это. – А вы сейчас не можете этого себе позволить? – Ну, конечно, да. Кстати, я тоже посетила несколько барнаульских магазинов и отметила, что фермерская продукция там есть. В крупной торговой точке я купила снежок. Правда, на мое удивление, изготовитель не алтайский, а омский. – Уничтожая малый бизнес в сфере торговли розничной, мы тем самым наносим серьезный удар по производителям. Особенно, вот, как фермеры, небольшие производители, которые производят качественные продукты. Потому что они не имеют возможности реализовать свою продукцию, не имеют возможности выйти на рынок. И, ну, многие погибают. – Чтобы фермерство не погибло, нужно прежде всего навести порядок в законодательстве, утверждает Юрий Фритц. Он приводит в пример европейские страны, а также Америку, где фермерские хозяйства поддерживают регулярно и на всех уровнях. Это и льготное аккредитование, и погектарная помощь. В России тоже такое существует, правда, в небольшом объеме и зачастую носит адресный характер. Идет на развитие крупных агрохолдингов. Кстати, на днях стало известно, что алтайский край получит полмиллиарда на развитие фермерства. – В принципе, средства немалые. Если это будет действительно распределение справедливое, и, будем говорить, так скажем, целевое, направлено на именно болевые точки существующих фермеров, то деньги сработают. Программа поддержки рассчитана на пять лет. Участвовать в ней могут молодые фермеры, у которых есть сотрудники, а также фермерские кооперации, объединения компаний по выращиванию, производству, переработке и сбыту. Эксперты призывают фермеров вступать в кооперации не только из-за господдержки. Говорят, они облегчают выход на прилавки популярных сетей. Валя, а если фермер только начинает свой путь, он еще не в кооперации, что ему-то делать? Как развиваться? Эксперты советуют начать, прежде всего, с социальных сетей, потому что это такая очень хорошая площадка для продвижения своей продукции. Спасибо огромное за этот большой рассказ подробный, за то, что присоединилась к нам в студию. Я напомню, это была Валентина Аскерова. Мы продолжим. У нашей съемочной группы день сегодня начался с возврата долгов. Нет, ни мы, ни нам. Рейд по неплательщикам устроили представители службы судебных приставов и сибирская генерирующая компания. Вместе с ними прошлась по некоторым адресам и наш корреспондент Дарья Идемиллер. Людям в форуме должники дверь либо не открывают совсем, либо делают это с большой неохотой. В черном списке должников за тепло и горячую воду почти полторы тысячи потребителей. Судебный пристав исполнитель делает подобные рейды на регулярной основе, целью которых является выезд по месту проживания должника для ареста его имущества, находящегося по месту проживания, также в том числе и арест транспортных средств, порой даже недвижимое имущество с целью их ареста, реализации и погашения задолженности. Еще неплательщиков не пускают за границу. Отключить воду и тепло энергетики не имеют права. За горячую воду и отопление потребители города Барнаула в сумме должны более 220 миллионов рублей. Этих денег хватило бы, чтобы купить примерно 120 тысяч тонн угля, которого достаточно, чтобы ТЭЦ примерно в течение месяца производила тепло и горячую воду. При злостной неуплате задолженности мы вправе обратиться в суд. Однако при наступлении данных данного случая задолженность увеличивается на сумму пени, на сумму госоздачной кошины и зачастую на сумму исполнительского сбора. Неплательщикам, до которых удалось достучаться, дают пару дней на сбор документов и оплату долга. А у тех, кто дверь так и не открыл, приставы имеют право арестовать все банковские счета и заставить принудительно платить долги. В общем, за закрытой дверью от взыскания долгов не спрятаться, но всегда можно пойти мирным путем, договориться. Для этого просто нужно прийти к энергетикам. Специалисты помогут составить удобный график погашения задолженности и избежать неприятностей с законом. Нариде Миллер, Лея Халяпин, День с толком. Нестандартным подходом в обучении школьников, работе в команде этому научат алтайских педагогов в рамках образовательной программы, которую реализует благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Министерство образования края и представители банка подписали договор о сотрудничестве. Далее подробнее. Благодаря подписанному договору алтайские учителя в течение трех лет будут повышать свою квалификацию, посещать обучающие тренинги московских специалистов высшей категории, чтобы вооружиться инновационными методиками и узнать, как правильно взаимодействовать с ребенком в мире гаджетов. Помочь учителю осознать, кто он такой, свой потенциал, свои возможности. И вместе с командой развивать условия для того, чтобы дать возможность ребенку двигаться в своем направлении. Благотворительная программа по обучению педагогов стартовала в прошлом году в двух регионах – Калужской и Ярославской областях. В ней участвовали свыше ста человек. Организаторы проекта рассказали, почему решили поддерживать и развивать российское образование. Сбербанк видит реально потребность и формирования людей, нового качества, нового свойства. И мы понимаем, что эти люди формироваться должны с детства. Поэтому те усилия, те действия, которые предпринимаются в образовательной сфере в первую очередь – это то, где должен быть максимальный эффект, который отразится в будущем на тех поколениях, которые воспитываются. В этом году заявку на участие в проекте подали больше 30 регионов, но отобрали только 10. В победный список попал и наш край. Совсем скоро в Министерстве образования назовут имена учителей, которым расскажут секрет обучения современных детей. Школы в социально сложных условиях, школы с низкими образовательными результатами. Школьные команды, именно в этих школах, показавшие наиболее высокую и быстрый темп динамики роста, они войдут прежде всего в этот проект. Создатели проекта также отмечают, что знания, которые педагоги приобретут на тренингах, всего лишь набор инструментов, к которым учителя должны добавить свой творческий личностный подход. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Участники Алтайского отделения Русского географического общества необычным способом отметили день своего рождения. Они залезли на гору Бабырган, чтобы очистить скалы от надписей. К ним присоединился Илья Кочетков. Гору Бабырган порой зовут Страш Алтая. Невысокая, чуть больше тысячи метров, тем не менее, видна издалека. Именно с нее начинается настоящая горная часть Алтая. От Чуйского тракта до нее рукой подать, поэтому летом у подножья масса туристов. А вот выше поднимаются немногие. Крутые склоны, мокрая высокая трава может стать непреодолимым препятствием даже для специально подготовленных машин. Джиперы избийского клуба Автобиск 4х4 согласились помочь специалистам РГО доставить оборудование на вершину из спортивного интереса. Заберемся или нет? Кстати, нас заверили, если везти машину правильно, осторожно, то вреда природе такие поездки не наносят. Все следы исчезают в течение нескольких дней. Чего не скажешь вот о таких надписях. Итак, несколько часов изнурительного пути. Мы, наконец, на вершине Бабыргана. Я иду вот буквально обвешанный со всех сторон рюкзаками. Любуюсь потрясающим пейзажем вокруг этими великолепными скалами. И почему-то не приходит в голову мне взять краску и написать что-нибудь, даже свое собственное гордое имя на одной из здешних скал. Почему это приходит в голову другим людям? Вы не знаете? Сделанные однажды надписи остаются на века. Краска буквально въедается в камень. Когда-то их было значительно больше. Скалы на вершине буквально покрывали граффити в стиле «Здесь был Петя». В прошлом году алтайское отделение «РГО» выиграло грант на очистку скал Алтайского края. Тогда в течение года удалось реабилитировать больше 3000 квадратных метров, в том числе здесь, на Бабыргане. Но оказалось, это лишь начало долгого пути. Далеко не сразу пришло понимание, какие на самом деле объемы. Потому что, несмотря на то, что достаточно места такое труднодоступное, и здесь не так уж много людей бывает, но количество, по количеству, наверное, это второе место в Алтайском крае, то есть после Белокурихи, по степени исписанности или загрязненности, так скажем, поверхности. По итогам в ходе субботника специалисты очистили около 20 квадратных метров скал. Впереди еще около тысячи. На одном только Бабыргане. Энтузиасты говорят, такая работа требует огромных усилий и средств. И намерены далее делать акцент на просветительскую работу, чтобы новые надписи перестали появляться. Тем более, что на вершине горы с некоторых пор появился специальный ящик с тетрадкой, где все желающие, если уж так хочется, могут оставить свое имя, не навредив при этом природе. Илья Кочетков, День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.